Это пульс дня по скриптуму. Мы возвращаемся в студию. На связи со мной политолог и издатель, руководитель издательства Либерти Илья Левков. И каждый раз, когда мы встречаемся, Илья готовит так много тем и предложений, что у нас просто не хватает времени даже в программе Рикошет, чтобы обсудить все. И сегодня в рамках по скриптуму я вот предложил Илье рассказать о книгах, потому что на самом деле мы какое-то долгое продолжительное время не говорили о книгах, которые можно, интересно и нужно было бы почитать. И к тому же, если вас эта тема интересует, то мы уделим ей несколько минут. Илья, пожалуйста. Но не почитать, а глубоко вчитаться. Позвольте мне отредактировать. Итак, книга, которую я сегодня хочу сказать вам, это «Мой западный берег». Это израильский офицер, одиночка, приехавший в Израиль, волонтер в армию, стал офицером. И вот что он пишет о себе. И кому посвящена эта книга, очень-очень интересно. Спасибо моему братишке. Я больше всего думаю о нем, когда был в армии. Спасибо моим родителям. Они очень-очень сильно воловались за меня. Спасибо моим боевым друзьям. Они прокрывали меня от пуль. Спасибо моим девчонкам. Они согревали меня, когда я проходил домой. Она такая вот личная, камерная, ничего, никакого, так сказать, государственности там. И он говорит, что во все его... А никто, ни он, ни его друзья не сделали ни одного так называемого героического акта. Они были, просто исполняли службу честно и совестно. И что они открыли для себя главным образом, это было то, что было внутри них. А именно те силы, которые они открыли в этом процессе. Потому что то, как они тренировались, как они были, как он... Он был... Зовут автора, между прочим, Ален Гук. Он был в спецназе, в израильском спецназе, как снайпер. И так как сейчас разгорается все больше и больше тема о снайперах, то интересно прочитать и изучить эту книгу. Он описывает детально многие вещи. И вот со мной в разговоре я его спрашивал. Именно ключевая точка, где снайпер решается, насколько он, так сказать, проуспеет. А именно он практически выключает свое сердце. Конечно, дыхание и приостанавливает сердце, чтобы не было биения, чтобы попасть. А именно помочь попасть в цель, когда он... Он описывает очень интересные вещи, когда он, например, охранял и был в квартире палестинцев на западном берегу. И вот ему... Как ему это хотелось. Он был, так сказать, представителем армии и все это. Но с одной стороны. И с другой стороны он увидел там ожерелье для молитв. Вы знаете, мусульмане молятся и отсчитывают по две бусинки за каждую молитву. Короче, и вот он пишет о своих сомнениях. Взять, конечно, у него есть сила. И если не право взять это, всего лишь это не телефон, это не кража, это семья сидит вокруг и наблюдает за ним, понимаете. Вот такие тонкости, где он... Где он, например, погрешил насчет различных указов армии, выйти в небосы и поехать погулять и другие вещи. В общем, это приятная книга. И там много фотографий и много таких вот откровенностей, которые нормально не пишутся, потому что все пишут о геройстве друзей и самого себя. Я бы хотел напомнить нашим зрителям, что был такой известный снайпер во время финской войны. И этот снайпер, мальчишка, ну, ему было 20 с чем-то лет, и рост его был где-то метр пятьдесят три. Он единолично, контрольно убил около между 512 или 542 советских солдат и офицеров. Это считается чемпионом мира. Его звали Симо Хейха. И это невероятно. В этой войне, как вы знаете, она длилась пять месяцев. И они сыграли, как говорится, почти в ничью. Они отодвинулись. И осталось только в сказках, что и Советский Союз тогда, похватив эти территории, создал Карело-Финскую республику. И когда был опрос, они нашли, что в этой Карело-Финской республике было всего два финна. Один был Финкельштейн, другой был фининспектор. А злые языки говорили, что это Финкельштейн был также и фининспектором. Илья, спасибо большое за то, что нашли время. Присоединились к нам сегодня. Это был политолог, издатель, основатель издательства «Либерти» Илья Левков. Да, читайте книги «Либерти». На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Всем вечера, как обычно. Желаю вам хорошего вечера и до свидания.